Решим задачу, в которой, зная пару уравнений движения точки на плоскости, нужно определить траекторию, положение точки в заданный момент времени, ее скорость, полное нормальное касательное ускорение, а также радиус кривизны траектории в заданном месте. Чтобы узнать вид траектории, надо получить прямую зависимость между переменами x и y. Для этого избавимся от параметра t, выразив его, например, из первого уравнения и подставив во второе. Получилось квадратное уравнение, то есть точка движется по параболе. Нам придется ее построить, для чего рассчитаем несколько ее точек. Определим положение точки в начале движения и в заданный момент времени. Для этого в исходное уравнение подставляем, соответственно, сначала 0, а потом половину секунды. Положение точки на ее траектории в заданный момент обозначим буквой m, и все остальные параметры будем рассчитывать для нее. Начнем со скорости. Направление и величину скорости точки определим как векторную сумму ее проекций на оси координат. Проекции вектора скорости, в свою очередь, получим, взяв первые производные по времени t от соответствующих заданных уравнений движения точки. Если вдруг у тебя спортивная модель мозга, и ты не очень любишь дифференцировать, то под видео найдешь ссылки, по которым это можно сделать легко и быстро. Далее, выбрав масштаб, из точки m, последовательно и с учетом знака, откладываем оба вектора. Сам вектор скорости получим, соединив точку m с концом второго вектора и направив его по ходу движения точки. Здесь надо отметить, что вектор скорости всегда должен располагаться по касательной траектории. Любое другое положение будет указывать на ошибки в расчетах. Рассчитаем модуль вектора скорости. Проекции полного ускорения на оси координат определяются как вторая производная от исходных уравнений движения точки. В этом примере горизонтальная проекция ускорения оказалась равной нулю, поэтому его модули направления будут совпадать с вертикальной. Касательная составляющая полного ускорения – это производная скорости точки по времени. Ее можно рассчитать по этой формуле. Вектор касательного ускорения, если оно, конечно, есть, всегда направлен вдоль вектора скорости. Положительная величина говорит об ускоренном движении, и тогда направления скорости и касательного ускорения совпадают. В противном случае они разнонаправлены, и движение точки замедляется. Модуль нормального ускорения определим по формуле Пифагора, так как векторы касательного и центростремительного ускорения всегда взаимно перпендикулярны. Осталось найти только радиус кривизны траектории в точке М, который равен отношению квадрата скорости к модулю нормального ускорения. Продолжение следует... Продолжение следует...